Инфляция в республике продолжает снижаться. Стремительного роста цен в прошлом году не произошло. Как сохранить положительную динамику, обсудили сегодня в Доме правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Прогнозы на динамику цен оправдались и даже превзошли ожидания экономистов. В республике инфляция не превысила и полутора процентов. По индексу потребительских цен мы находимся на третьем месте, ниже чем у нас только в республике Мордовия, а выше в Нижегородской области. По продовольственному группу товара примерно такая же ситуация. Также мы находимся среди лучших, ниже наш, по продовольствию только в Саратовской области, а выше в Ульяновской. В течение прошлого года рынок продовольствия отличался стабильностью. Вот, как я говорю, факта ажиотажного спроса не наблюдалось. Эффективным инструментом против роста цен в региональном Минеке называют конкуренцию на рынке. Для местных производителей в республике открывают ярмарки выходного дня и расширяют сеть фермерских магазинов. Сдержать инфляцию и существенно увеличить долю качественных продуктов – такую задачу перед местными властями ставит и президент России. Инфляция у нас на территории Чувашской республики 1,4%. И доходы тоже не такие, конечно, высокие у населения, поэтому мы этими вопросами занимались и в дальнейшем будем заниматься. Реализована мобильная торговля, выездная торговля. И мы использовали в том числе и трафик сетевых магазинов, то есть вставали рядом сетевым магазинам, там, где уходит большой трафик населения. Пока не просто договориться с федеральными сетями. К примеру, молоко на пути к магазинным полкам может повыситься в цене на 25%. 19 рублей на сегодняшний день закупочные цены в молоках. Молоком мы обеспечены на 135,9%. Цена, мы говорим, у сельхозтоваропроизводителей не повысилась. Но на полках ни на рубль она не понизилась. Наши перерабатывающие предприятия дополнительно в этом году убавили цены. Вот только на молочку. По всем видам продукции у нас есть анализ на 4%, но на полках ни рубля снижения мы не видели. Хозяйством тоже нелегко. В целом мы видим, то есть они цены не изменили, а топливо и все остальное ресурсы подорожали на 14% в среднем по прошлому году. С руководителями торговочных организаций надо отрабатывать. Это такое 25%, не менее, даже 25% торговой наценки на молочные продукции. Это вообще сверхнаблость, по сути дела. Торговля сама не возит, как раньше. Если они сами вывозили с перерабатывающих предприятий, сейчас, наверное, нет ни одной торговой точки, которая сами ездит, соответственно, в пищевые перерабатывающие предприятия и их забирает. Чтобы торговые сети не снимали с продажи излишние сливки, необходимо принимать действенные меры. Минсельхозе региона предлагают открыть в муниципалитетах ярмарки по продаже молока. Попробовали в Шахазанах, хотя это даже не город, но все, до 11 часов, все молоко, которое было привезено, там все продали. Доступ всех сельских поселений на эти ярмарки они должны обеспечить. Разобраться в ценах, в том числе и на молоко, планируют на ближайшие встречи производителей и руководителей торговых сетей. Медриковалев и Александр Петров. Республика.